Девушки отдыхают Мне было около пяти лет, когда я начал играть в мини-футбол, но с девяти лет я уже занимался большим футболом. За какой клуб я хотел бы выступать? На данный момент я хочу играть только за шериф, но в будущем я бы хотел снова поиграть в немецком клубе. У любого человека должны быть большие цели, и это нормально. Только так можно двигаться вперед. Как вы уже поняли, я хотел бы играть в Германии. А вообще, любой из топовых чемпионатов мне интересен. Не имеет значения, какая это лига. Просто я хочу играть в сильном чемпионате. Я рассказывал эту историю в одном из моих интервью. В 1998 году в Хорватии была очень хорошая и сильная национальная сборная, которая обладала приличными футболистами. Тогда сборная заняла третье место на чемпионате мира во Франции. В то время в Хорватии все были одержимы футболом, поэтому я решил стать футболистом. Так что это было сложно. Да, это сложный вопрос. Я думаю, что товарищеский матч с Баташань мы провели лучше всего. Но я надеюсь, что в среду в матче против Милл Сами мы сыграем еще лучше и возьмем реванш за поражение в чемпионате. Когда ты попадаешь в новую команду, то всегда находишься в хорошем спортивном настроении. Ты заходишь в раздевалку, знакомишься со всеми игроками, находишь новых друзей. Это очень приятно. В команде хорошая атмосфера. Последние два матча мы сыграли не очень хорошо, поэтому показали плохой результат. Сейчас мы готовимся к полуфинальному матчу с Милл Сами. Надеюсь, что мы выиграем в среду, а также сможем добиться победы в чемпионате. По поводу друзей. Я дружу с Амером. Мы были знакомы и раньше, когда выступали за молодежную сборную Боснии. Также я много общаюсь с сербским игроком футбольного клуба Тирасполь Михайло Цакичем. А вообще, я дружу и с Каду, и с Рикордини. У меня все тут друзья. Я болею за Мадридский Реал. Это лучший клуб в мире. Это королевский клуб. У них лучшая команда, с самыми лучшими игроками. Поэтому мой ответ Реал. Этот вопрос был несложным для меня. Нравится ли мне Тирасполь? Да, это хороший солнечный город. Все, что необходимо, здесь есть. В Тирасполе есть и хорошие рестораны, кафе. Это очень приятный город. Впечатления только положительные. В Шерифе все на высоком профессиональном уровне. Это и руководство, и тренерский штаб. Я был слегка удивлен, но это было ожидаемо от такого клуба, как Шериф. Насчет энергии Котбус. Это было хорошее время, и это был большой шаг в моей карьере. Несмотря на то, что мы выступали тогда во второй лиге Германии. Я адаптировался в Германии за несколько месяцев. Мы играли на больших стадионах против больших клубов. Все было прекрасно. Конечно же, это Реал. Как я говорил, у них хорошая команда с классным тренером и игроками. Я надеюсь, что Реал выиграет ли вы чемпионов снова. Я надеюсь, что они будут победить снова. Я защитник, но мой любимый игрок был Роналдо. Несмотря на то, что я защитник, моим любимым игроком был Роналдо, тот, что зубастик. У него часто были травмы, но он все равно был лучшим игроком в мире в свое время. Я думаю, что моя адаптация в Шерифе идет хорошо. Несмотря на то, что здесь я нахожусь чуть более трех месяцев. Если это все должно быть еще лучше. Так всегда, когда ты попадаешь в новую команду, где есть новые требования. Тебе нужно время, чтобы адаптироваться. О Дачи. В молдавском чемпионате все игры трудные. Да, это не топовый чемпионат, но каждый матч непростой. Дачи было тяжело играть, так как команда играла в антифутбол. Мауриния в Челси иногда навязывает сопернику похожую игру, построенную на длинных передачах. Дача не давала нам играть в наш футбол, хотя мы и пытались. Да, это очень интересный вопрос. Это очень интересный вопрос. Я не думал, что это будет легко. В первый мой год выступления за Зриньский мы выиграли один из титулов, и это было нелегко. Титулы так просто не завоевываются. Шериф всегда выигрывал кубок за кубком. Сейчас остальные команды смотрят, как нужно добиваться этих побед. Растут и также пытаются завоевывать новые трофеи для себя. Поэтому для нас чемпионат и выдается тяжелее. Команды учатся и играют лучше. Но я надеюсь, что мы выиграем чемпионат в этом году. Это тоже очень интересный вопрос. Я был бы не против поучаствовать в программе «Компенсированное время» на телеканале ТСВ. А также, чтобы наши ребята сделали сюжет о моей жизни. Каждый день немного отличаются друг от друга. В профессиональном плане, да, все одинаково. Это тренировки, тренажерный зал, восстановительные процедуры. Но в личной жизни каждый день ты стараешься делать новым, чтобы было интереснее жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова